Микс Ньюс Гость студии, мэр Даугавпилса Андрей Елксниш, доброе утро. Доброе утро. Ну, как мы только что уже поговорили в перерыве, наверное, начнем с самого актуального, с последних новостей, с полей. Ну, в данном случае, позволю себе так сказать, историца, что мы слышим сейчас о Даугавпилсе, это проблема, самая главная, наверное, но она не только касается региона Латгала, с Даугавпилска региональная больница, которая уже заявила о том, что до сентября плановых операций проводить не будет. Да, действительно, городская больница вышла с таким оповещением, каждый отдельный случай, когда плановая, ранее назначенная операция переносится, он согласовывается как с самими пациентами, так и по данному вопросу принимается решение консилиума врачей, но что важно, что Даугавпилс в этом вопросе своего рода первопроходец, и по-настоящему мы лишь показываем те проблемы, которые есть в государстве в целом в сфере здравоохранения, а это нехватка врачей, нехватка молодых врачей, нехватка врачей в регионах, разная заработная плата между резидентами и уже сертифицированными врачами, когда у резидентов зарплата выше, чем у врачей, допустим. Это, конечно же, отсутствие должной поддержки в сфере здравоохранения, когда в бюджете государства медицина устанавливается как один из приоритетов, но параллельно этому покупаются разного рода танки, бронетранспортеры, а ценность как человеческая жизнь уходит на второй план. И поэтому, конечно же, разгорелся очень большой скандал, мы его инициировали, мы не собираемся прятать и скрывать эту статистику, у нас в больнице порядка 50 вакансий врачей на сегодняшний день, у нас 38 врачей пенсионного возраста, у нас анестезиологу 73 года. Сколько всего сотрудников в больнице, учитывая в больнице? Всего сотрудников порядка 1500 человек. И в данной ситуации уже у нас прошли встречи и на уровне Министерства здравоохранения, потому что их, так сказать, забеспокоил стул, который мы начали шатать, и сегодня состоится в парламенте целое заседание комиссии, где рассмотрят вопросы финансирования региональных больниц, финансирования сферы медицины, и депутаты парламента, я надеюсь, готовя бюджет на следующий год, найдут соответствующие решения. А вы думаете, только вы сейчас начали расшатывать этот стул? До этого министерство не знало об имеющихся проблемах, нехватке медиков. Мне кажется, мы то и дело постоянно об этом говорим все последнее время. И скорая помощь тоже объявляла, вводила у себя режим ЧУП в ноябре прошлого года. Поэтому эта проблема, мне кажется, была уже давно, а тут ряд обстоятельств, которые послужил, ну, может быть, или породил такие события, сейчас говорю о болезни двух врачей-анестезиологов, когда период отпусков, это еще и в том числе и совпадение, которое спровоцировало, и, может быть, мы недооценивали эту ситуацию, которая может создаться в любом регионе. Все все прекрасно дооценивали, все все прекрасно понимали, и, конечно же, стул этот шатать намного легче, когда его шатают абсолютно все сектора сферы здравоохранения. И вопрос региональной больницы и нехватки врачей, он не просто вопрос просто медицины или просто городского хозяйства, это вопрос и политический, вопрос финансирования, вопрос, кому принадлежат региональные больницы. К самоуправлению у нас на сегодняшний день четыре акционера или государству, и я считаю, что государство должно перенять данные региональные больницы. Вопрос открытия и либерализации рынка труда. То есть, если недостаточная мощность для создания, скажем так, и обучения новых врачей, то тогда, наверное, надо задумываться о привлечении высококлассных специалистов, о чем тоже неоднократно все беседуют, но, на мой взгляд, абсолютно все равно, на каком языке будет разговаривать анестезиолог или реаниматолог с пациентом. И данный пример, данная ситуация может быть как раз-таки той искрой, после которой последуют более-менее хотя бы продуманные решения в интересах жителей. Вы возлагали уже ответственность за это на государство и ждете от государства решения сложившейся ситуации, но вы видели заключение инспекции здравоохранения, который, в принципе, говорит о том, что покрытие больничной сети Владгала достаточно хорошее, ситуация не столь критична, все пациенты могут обратиться в другие региональные больницы. Позвольте, я вас перебью, это не заключение. Ну, я имею в виду их заявление. Это мнение, мнение руководителя инспекции здравоохранения. Которое представляет... Она может представлять кого угодно, но ее мнение абсолютно не соответствует действительности, потому что она не пациент, она не житель региона, она не знает, сколько стоят медицинские услуги в какой больнице, сколько будет стоить пациенту из Дагупелса доехать до Резекне, там, Приле, Екапелса или любой другой больницы. Она абсолютно неэтично относится к лечащим врачам, с которым пациент общается и с которым они обсудили, какие медицинские процедуры они будут получать. И абсолютно отсутствует представление о том, что такое Дагупелска региональная больница. Это самая крупная региональная больница, это раз, и это третья больница по величине в стране. Нельзя просто придумать с Дагупелской городской больницы пациентов на машинах возить куда-то. У нас уже были такие претенденты, когда и на полицейских машинах пациентов предлагали возить, когда не был заключен договор о предоставлении неотложной медицинской помощи. Но решения должны быть абсолютно, скажем так, реальны. И это не вопрос только одного государства, это вопрос и самоуправления. Самоуправление, предположим, за прошлый год выделило региональные больницы на погашение обязательств, допустим, по закупкам медикаментов, на выплату зарплат или премии работникам порядка миллиона евро. То есть самоуправление свою функцию выполняет. Каждому врачу, с которым мы беседуем сегодня, вчера… Простите, вот региональная Дагупелская больница, вы говорите о самоуправлениях, о дотациях. Мы же знаем, что есть Дагупелская дума и есть Дагупелская краевая дума. Как в данном случае строится финансирование? Дагупелская региональная больница принадлежит четырем акционерам. Первый, самый крупный, это городская дума. Второй – это краевая дума. Третий – это Илугский край. Четвертый – это университет имени Страдани. Все решения можно принять только на базе абсолютного консенсуса, то есть стопроцентной поддержки всех учредителей. И здесь, к сожалению, только потому, что больница принадлежит самоуправлением, а в самоуправлении порой злоупотребляют и увлекаются политическими предстрастиями в отношении руководителя данной структуры и перед или после каждыми муниципальными выборами трясут эту больницу как новогоднюю елку, думая, что упадет оттуда что-то под эту елку. И поэтому необходимо поменять структурно, перевести собственность со стороны самоуправлений на базу государства. Или же в данном случае больница является одним из таких примеров, когда я, по сути, поддерживаю региональную реформу. Потому что чем больше у нас между акционерами противоречий на базе ЦГБ, чем больше мы не можем принять каких-то решений, а, предположим, да, у Гопилс выделяет тот же миллион евро, другие самоуправления не выделяют миллион евро, они не выделяют и сто тысяч, некоторые самоуправления вообще не выделяют нисколько. То есть из наших партнеров, основываясь на принципах, что просто их уменьшается долевое участие, да, процентуально от основного капитала. Но по факту, чтобы избежать вот эти позиции, необходимо принять и политические, и хозяйственные решения в целом. Ну, вы вот только что говорили, я поясню радиослушателям, о директоре инспекции здравоохранения Индре Дрейке, да, и также упомянули о том, что вы уже были в Министерстве здравоохранения, обсуждали эту проблему, вы лично с ней встречались. Отвечали на сказанное ею ранее по поводу ситуации Владгала? К сожалению, когда у нас состоялась встреча на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения, на которой присутствовали и госсекретари, заместитель госсекретарей, и руководители разного рода департаментов, лечебного, НВД, резидентуры, данная фигура даже не сочла нужным на этой встрече участвовать. И это еще больше вызывает сомнения в той адекватной, или точнее в неадекватности ее позиции, когда такого рода высказывания человек позволяет публично кому-то адресовывать, но на серьезные совещания она не приходит. Я надеюсь, что сегодня хотя бы почти с своим присутствием парламент и депутатов соответствующей комиссии, где в принципе моя позиция в отношении ее абсолютно ясна. По поводу нехватки врачей, вы также заявляли, что ходите в средние школы, посещаете 12 класс, разговариваете с будущими выпускниками, я так понимаю, они знают о сложившейся ситуации, и пытаетесь заинтересовать их, выбрать именно, не знаю, медицинскую отрасль, если можно так сказать. Дело в том, что действительно я не работаю по принципу показывать пальцем и искать где-то только виновных. У самоправления самого есть целый ряд мероприятий, которые мы реализуем. Это, как я называл, прямые дотации финансовые, так и в принципе разного рода программы в городе для привлечения врачей. То есть у нас есть программа по финансированию обучения, у нас есть программа по выплате стипендий, у нас есть программа по предоставлению молодым врачам всеми жилья. У нас есть программа, которая базируется на консультативном совете при мне в городской думе, где мы с работниками управления образования посещаем выпускников 12 классов и предлагаем участвовать в грантах самоуправления, их получать на обучение. То есть, предположим, в этом году мы финансируем порядка 12 тысяч евро в год на обучение одного студента, на получение профессии зубного врача. То есть коммуникация у нас по выбору этих резидентов, по заключению договоров студентов, она происходит достаточно активно, и у меня самоуправление участвует при данных обсуждениях абсолютно все сферы, начиная от руководителя региональной больницы, с которым в течение, предположим, последнего месяца, когда информировал он меня об этой ситуации, мы встречаемся практически каждый день, так и, в принципе, у нас работает еще и совет врачей при больнице, то есть который стоит из всех руководителей соответствующих отделений, где мы обсуждаем все вопросы, все проблемы, все возможные решения и как именно поступить. И вот самое первое, что хотят врачи в этой ситуации, это, конечно же, отсутствие вот этой, ну, порой политической стряски, да, то есть тот руководитель, который назначен мною, он назначен только в мае этого года, он не политик, не депутат. До этого, к сожалению, у нас руководили больницей политики и депутатством управления. Вы упомянули только что, например, о предоставлении помощи на обучение, в том числе и сказали о зубном враче. Действительно ли дети не могут записаться к зубному врачу, там, не знаю, в течение года, и вынуждены делать предварительную запись за год, а вот за несколько месяцев, чтобы попасть бесплатно? Да, у Купелси работает зубная поликлиника, она принадлежит абсолютно полностью самоуправлению. Зубная поликлиника предоставляет достаточно качественные, дешевые услуги по сравнению с частным сектором, фактически всему региону Латгалии. Но который развит. Да, все верно, всему региону Латгалии. И учитывая предоставление этих услуг, очередь к врачам на месте достигает от 8 до 12 месяцев. То есть ненормально, когда в самоуправление приходит мама с ребенком, они получают необходимую медицинскую помощь, но как только они выходят от врача, они записываются на следующий прием для того, чтобы через год вернуться обратно и получить необходимую медицинскую помощь. И это в первую очередь в том числе связано с нехваткой все тех же зубных врачей, очень насыщенном частном секторе, где зарабатывают врачи намного больше, чем в принципе все в том же самоуправлении. Для того, чтобы заинтересовать, получить эту профессию, мы создаем эти программы от муниципалитета, где на каждого кандидата, на каждого студента выделяется определенный объем финансирования, и после этого мы ждем его назад. Для того, чтобы пойти дальше, вот в этом году в апреле мы, предположим, заключили договор с университетом имени Страдания на создание общих программ обучения. Предположим, Страдания, Дагубилский университет на месте, который у нас есть в Дагубилсе, самоуправление, региональная больница или, допустим, поликлиника становится такой базой для обучения, прохождения практики, и, соответственно, впоследствии пытаемся оставить врачей у нас. Мэр Дагубилс, Андрей Элксниш, у нас сегодня в студии 672-12-939, 672-13-939, подключайте, задавайте свои вопросы, также пишите нам по WhatsApp по 2061-91. Вы только что обмолвились, в принципе, что поддерживаете региональную административную реформу, как я уже поняла, и вот хотелось бы в связи с этим узнать, поскольку министр регионального развития Юрий Спутс уже объездил всю Латвию, встречался, я так понимаю, с представителями всех самоуправлений, если мы говорим именно об администрации, еще не населения, и с вами такая же встреча тоже состоялась. Встречи были разные, некоторые депутаты бойкотировали, уходили, выражали свое несогласие с данной реформой. Как прошло у вас? У нас с министром по данному вопросу уже состоялось несколько встреч, где мы на разного рода уровня обсуждали и его инициативу, и предложение. По факту, действительно, реформа нужна, она необходима, лишь только потому, что количество самоуправлений и сам бюрократический аппарат достаточно высок. Мы видим, сколько тратят, предположим, Дагуфос хотят объединить с Краем и с Илукстой, мы видим, сколько процентуально из бюджета на администрацию тратим мы, мы видим, что Край тратит намного больше, Илуксты, как маленькое самоуправление, еще больше. Мы понимаем, что абсолютно произошел за последнее время отток жителей с данных районов, и Дагуфос все-таки является городом вторым по величине в стране и одним из крупнейших регионов в целом. И да, реформа нужна именно для того, чтобы все бюрократические вещи убрать, для того, чтобы оптимизировать этот административный ресурс. Но есть очень много «но» и очень много вопросов. Первое, на сегодня мы видим только карту, карту, как будут выглядеть эти самоуправления. Тоже, может быть, поясним, планируется, согласно этой карте, разработкам, что Дагуфпилс, Дагуфпилский край, Иловский будут объединены в один региональный центр. Мы видим только эту карту. Жители нескольких микрорайонов, которые находятся вокруг Дагуфпилса, абсолютно этому рады. Они давно хотели бы, чтобы город расширился, и мы также хотели бы стать немножко больше. Но кроме этой карты, карты по факту больше ясности нет ни у кого. Нет ясности, предположим, о том, какой будет механизм финансирования самоуправления. То есть, подоход налог на население, какая часть останется в бюджете страны, какая часть уйдет в самоуправление. Какой будет механизм выравнивать самоуправление? Какой в результате будет счет? Вот мы можем, коммунальный счет за коммунальные услуги, мы можем по-разному дискутировать о политических, о каких-то приоритетах, о разных целях этой реформе и так далее. Но обывателю и жителю, особенно в Дагуфпилсе, волнует увеличиться или сократиться счет за коммунальные услуги. У нас, предположим, в Дагуфпилсе тариф на отопление на сегодняшний день самый низкий по стране. В край выше, в Илокс-то тоже. В результате объединения я не хочу, чтобы жители Дагуфпилса платили больше. Вывоз бытовых отходов в Дагуфпилсе у нас 8,5 евро за кубометр. В край более 12. В Илокс-то похожая сумма. Не хочу, чтобы... Мы говорим о свободной конкуренции. Мне кажется, могут быть предложены... Подождите, какая свободная конкуренция на базе одного предприятия? Если регулятор общественных услуг разрешит создать отдельную тарифную сетку в отношении централизованного отопления и каждой отдельной котельной в микрорайоне, это одна история. И на сегодняшний день, во всяком случае, такой четкой на бумаге подтвержденной позиции нет. Поэтому что делаем мы? Но вы задавали эти вопросы министру. Вы сказали, что вы неоднократно встречались. Мы задавали эти вопросы министру, но четких ответов нет. Поэтому что делали мы? Я буквально на прошлой неделе издал распоряжение о создании самоуправления такой рабочей группы, поручив им в течение месяца предоставить мне затратные позиции, которые будут необходимы для реализации реформы именно в переходный период и в последующие годы. Ну и вам еще будут выделены дотации из государства, поддержки. Девять миллионов на всю страну, извините, это немного. У нас, скажем так, если мы затронем только тариф на канализацию или водопровод, или тариф на тепло, или еще на что-то, ну этих девять миллионов их не будет. Не только на всю Латвию. Их, наверное, на Дамгу после не хватит такой дотации. Но в целом мы поручили именно посчитать необходимые затраты по реализации этой реформы, увеличится или не увеличится у нас тариф самоуправления, то есть позволит ли, и мы обратились в регулятор соответствующим запросам, позволит ли нам установить разную сетку, скажем так, тарифную. Нас интересует покрытие дорог, то есть соединение между Даугупилсами и вот маленькими пагасты, которые там есть, насколько будет соответствовать карта дорог, предположим, по финансированию от Минсообщения. То есть никакого предметного разговора на сегодняшний день от министерства. А зачем вам приехал министр, кроме новой нарисованной карты? Ни с чем. Вам предложило, он вам дал задание. Разработайте, посмотрите, действительно посчитайте. О чем велась дискуссия тогда? Нет, действительно, дискуссия была абстрактная. О том, что необходима реформа, о том, что сократится количество депутатов, хотя, предположим, предлагается в новом этом объединении 25 депутатов. Ну, нам надо финансирование тогда на строительство новой думы, потому что у нас помещения для размещения 25 депутатов нет. Нам тогда надо будет в спортивном зале, наверное, в каком-то школе проводить думские собрания. При этом сама цифра 25 депутатов, откуда она взялась? Да, очень-очень много вопросов. Почему 25, почему не 15? Ну, вы думаете, вы не найдете одного помещения, где поместится 25 человек? В спортивном зале? В спортивном зале? Серьезно? Ну, вы серьезно? В регионе серьезно. В регионе серьезно. То есть, вы говорите сразу о строительстве новой думы. Я советую вам посетить Дагубинс, посетить администрацию городской думы, посмотреть на помещение, и тогда ознакомиться, как и где депутаты смогут работать. При этом вы не задаете самый главный вопрос, а как будут формироваться эти депутаты? Если не менять избирательную систему и голосовать так, как голосования проходили до этого момента, я сомневаюсь, что в городской думе будут представители из Илукста. Я сомневаюсь, что вообще какая-либо партия из Илукста преодолеет 5% барьер. Вот мы сейчас к этой теме и подойдем, да, потому что мэр Илукста выступает против данной реформы, поскольку будет присоединен их край к вашему. Он выступает по другим абсолютно причинам. Он боится сокращения численности в общем масштабе латышских... За свою пятую точку он боится. Он боится, что он прекратит быть председателем. Еще раз, реформа нужна, но позиция от тех, кто эту реформу инициирует, и позиция, к сожалению, некоторых гражданачальников, которые выступают против этой реформы, абсолютно не соответствует, скажем так, какой-то степени логичной аргументации. Первое. Если ты инициируешь реформу, это не первая попытка. До этого было разного рода министры, которые потеряли в том числе и свои должности из-за неспособности ее реализовать. Реформа только на карте. Подсчетов по реализации реформы нет, финансирования нет. К сожалению, да, мы не получили эти ответы на эти вопросы, и поэтому мы сами сегодня занимаемся выяснением, скажем так, сколько это будет стоить для того, чтобы ее реализовать, но для того, чтобы нас, житель, не пострадал бы в результате, для того, чтобы общий счет за коммунальные услуги не увеличился бы. Тем временем позиция некоторых самоуправлений, это, как вы говорили, протестные акции, еще что-либо, там, не пришли, не выслушали, они-то взамен ничего не предлагают. Они не спрашивают ни затратные позиции, ни что-либо еще другое. И, к сожалению, порой эта позиция является политической, когда мэр одного или другого самоуправления, администрация которого тратит больше 30% бюджета от всего этого самоуправления, просто пытается сохранить себе место. Но вопрос надо решать абсолютно по-другому. Нужно говорить с вопроса демократии и вопроса защиты избирательного права. Как и кто будет избираться? Если вы говорите о муниципальных выборах, хорошо, как вам это видится? Потому что понятно, по очевидным... Мажоритарная система. По очевидным при... Необходимое ведение мажоритарной системы. Ну, тогда будет опять голосование большинства. Нет, голосование большинства будет всегда. Ну, мы сейчас говорим о большинстве Долгофилского края. Подождите. Голосование большинства будет всегда. Я говорю, если мы говорим о думах, то это должна быть мажоритарная система по принципу представительства от каждого, скажем так, региона самоуправления. Бывшего тогда уже самоуправления. Да, бывшего по территориальному принципу с определенными принципами формирования. То есть, в Илуксе столько жителей... Это значит, 6 мест, грубо говоря. Они получают там, не знаю, 2 места. Ну, да, да, да. В крае столько жителей... Ну, в крае порядка голосующих жителей около 30 тысяч. Они, предположим, там, не знаю, получают 5-7. Остальное... Долгофилос. Долгофилос, да. Но эта форма, она не обеспечит эффективную защиту интересов регионов. Это надо признать. Если в городской думе... Председатель всегда будет обеспечен за счет... Если в городской думе будет из 25 депутатов 18, предположим, как мы с вами посчитали, или 16 из Даугубился, то логично, что первоначально пойдут защиты интересов Даугубился. Или же мы с 21 по 25 года получим ситуацию, которая у нас была в 90-х, 2000-х, когда городские ездили подраться на район, а район, деревня ездила подраться в горы. И так будет, по сути, когда выстроятся два противоположных самоуправления, три в данном случае, выстроятся жители, и будет так, поддержимые его кандидаты против этих, что, в принципе, приведет политически к очень высокому уровню популизма, если не вводить достаточно четкую избирательную систему. Об избирательной системе министр не говорит вообще. Вот вообще не говорит. Но теперь вернемся к мэрам. Я думаю, это объективно. Ну, давайте просто представим, что вы из Даугубился, и вы мэр Даугубился, а теперь край объединенный, и он один большой оригинальный центр. Вам же наверняка будет сложно как-то переформатироваться и еще думать об интересах жителей. Поэтому мэров городов надо избирать прямыми выборами. Мэров больших городов, в первую очередь, прямыми выборами. Есть кандидаты, у каждого кандидата есть программа, каждого кандидата, особенно в регионе, знают в лицо. Он общается с городскими, он общается с районами, он общается с краем самоуправления, он предоставляет свою программу, что он сделает для первых, вторых и третьих. Он избирается, после чего жителей с него спрос. Как только в избирательной системе, как сейчас предлагается, мы опять после реформы получим представительство политических партий, мы получим большой колхоз, за который никто не отвечает, в результате которого пострадают маленькие самоуправления. И вот говорить в рамках этой территориальной реформе надо первое, самое важное, об избирательной системе, второе, о том, во сколько это обойдется самоуправлением. Ведь цель реформы, во всяком случае, которые правящие коалиционной политикой, когда-либо у нас заявляли, это какая-то экономика, это какие-то блага, это... Да, получалось всегда, что или раздувался штат, или реформа проваливалась, да, в целом. Но сегодня нет этих цифр. И вот мы как раз-таки занимаемся пониманием вот этих позиций, этих цифр. По поводу такого профессионального момента хотела вас уточнить. Мы все знаем, что министр регионального развития представляет партию для развития «За». Эта партия не скрывает, что является политическим оппонентом согласия. И в связи с этим хотела бы вас спросить, как проходила ваша встреча. Этот момент абсолютно не присутствовал, потому что вы идеологически, ну, можно сказать, соперники, да, по крайней мере, на уровне государства. Вот. Или, не знаю, вы это чувствовали, заметили? Ну, в первую очередь, на такого рода совещаниях и на такого рода дискуссиях мы об идеологических вопросах не дискутируем, потому что их нет в повестке дня. И опять-таки повторюсь, у меня простой банальный вопрос. Житель Далгопилса после реформы платить будет больше или меньше? Только это волнует жителя Далгопилса. Если он будет платить больше, он будет против реформы. Если он будет платить меньше, он будет за реформу. Да, нам всем хочется, и мне в том числе, чтобы депутатов было бы меньше. И да, предложение у 25 депутатов я не зря утрировал о том, что надо построить новую думу или мы будем собирать совещание в спортивном зале. Но не надо эти 25 депутатов. достаточно, предположим, 15, да даже 10. Чем больше вот эти собрания, посмотрите, что в парламенте происходит. У них там 100 депутатов, у них каждый второй день какой-то коалиционный кризис внутри, и все друг к другу выступают, и ни о чем не могут договориться. Чем меньше, скажем так, такой коллектив, тем договориться намного проще. тем больше обозначаются и подчеркиваются ответственные в принятии каких-либо решений. Меньше возможностей куда-то, скажем так, перенаправить эту ответственность и ее избежать. И поэтому, опять-таки, говорю, я за прямые выборы мэров, как, в принципе, и за прямые выборы президента страны. И в этом вся беда наша, по сути, в разрозненности политических партий, которые, как на качельки детские, садятся и качаются. Вот качаются только уже лет, лет так 30. Если вы за прямые выборы мэра, и если мы начнем говорить о муниципальных выборах, вы стартовали бы на этих выборах от согласия или бы уже занялись организацией собственной партии? Как вы уже ранее такие предположения делали, что хотите создать что-то свое? Дело в том, что моя позиция базируется на мнении жителей, на мнении моих избирателей в Дагубелсе. И та ситуация в Дагубелсе показывает, что в городе необходима новая политическая сила. Как она будет работать, сотрудничать с согласием, в согласии, за пределами согласия, это в первую очередь определит сам избиратель. Но то, что на сегодня это понятно, это то, что я и ряд единомышленников определенного рода профессионалов в своих сферах, общественных деятелях. Мы обсуждаем данный вопрос и на базе этой инициативы создадим общественную платформу, которая идет дальше и будет развиваться. Но в первую очередь мнение все-таки идет за жителями. Стартовать в этой ситуации как отдельному кандидату или как представителю от определенной политической партии, ну, скажем так, это вопрос уже секундарный. И опять-таки на первый план выходит все тот же избиратель, все тот же житель, который поддерживает или одну кандидатуру, или другую. А ваш рейтинг или рейтинг согласия в долгой в Пилосыне пострадал после событий в Рижской думе? Как показывают рейтинги по стране с 2010 года сейчас самые низкие показатели? С того момента, как я стал председателем самоуправления, у нас тариф на отопление был 61 евро за мегаватт-час. Такое хозяйство я получил. Спустя три месяца, четыре, мы понизили его до сегодняшнего дня 44 евро за мегаватт-час. А рейтинги, знаете, рейтингами порой не асфальтируешь дороги и тариф не понизишь. Важно все-таки реальное, скажем так, улучшение, которое жители ощущают или не ощущают. Этот вопрос о рейтинге моем или об отношении к моей администрации и управлению лучше всего ответить сами жители. И именно они для меня являются, скажем так, той величиной, которая скажет соответствует или не соответствует. Но классно то, что на улицах жители улыбаются. Мы обсуждаем очень много вопросов, очень много проблем. У нас очень активный Facebook, социальные сети, где в принципе каждую улицу, каждый двор, каждую детскую площадку, каждую практически многодетную семью, которая получает какие-то пособия или влага от самоправления, мы знаем лицо. Ну вот отвечая на вопрос, вы всегда уходите в эту обратную связь, но вам лично не все равно, в какой партии вы состоите, что с ней происходит? Нет, не все равно. Абсолютно не все равно. Я придерживаюсь к принципам социал-демократии, которые на сегодняшний день в Латвии представляют только согласие. Но нет другой партии. Нет. Нет ни одной партии, которая за согласие. Есть партии, которая против кого-то, а вот за что-то нет. Но вас устраивает то, что эта партия воспринимается абсолютно в умах большинства именно как представителей русскоязычных жителей страны? Абсолютно ошибка. Посмотрите. Ошибка? Ошибка в том, что это является только русскоязычной партией. Абсолютно ошибка. Это так не соответствует. Восприниматься она может по-разному. Если мы согласим условно-латышеские партии, там пять коллекционных, и они выскажут свое мнение об избирателе согласия, ну я вам 94% скажет, что за ней голосуют русскоязычные. Ну еще раз, статистика бывает разная, опросы тоже бывают разные, но в моем понимании это не только русскоязычная партия. Это партия тех людей, которые живут, работают в Латвии, которым просто небезразлична страна. То, что есть определенные проблемы, это факт. То, что необходимо их решать, это факт. То, что меня не устраивает балаган, который сейчас происходит в Рижской думе, это тоже факт. И у меня в отношении этого есть свое мнение. И мы, конечно же, ждем приближающегося Конгресса, партии, где каждый даст оценку тому, что произошло, выскажите свое мнение, позиции. Но на сегодняшний день мне важен долгопилс. Важно развитие моего города. Что вы долгопил с уровнем безработицы по стране? Уровень безработицы в долгопил за последнее время сократился. Но он самый высокий? Нет, не соглашусь. По статистике... Я не говорил, простите, Владгало, Владгало, если возьмем даже регион ваш. Владгало, да. Если Владгало почти 14%, вот летом я смотрела. Владгало, Владгало в целом, да. Поэтому и как раз таки необходима, в том числе и административная реформа для того, чтобы инвестиционные проекты и деньги, они в большей степени шли очень полномерно и прогнозируемо. Ну, какой процент налогов, чтобы сравнить? Порядка 5%. 5%? 5-6%, да. Как, ну, чуть больше, чем в Риге? Потому что вот... Чуть больше, чем в Риге. Более того, даже тот уровень безработицы, который есть, я всегда считаю, что работу при определенной квалификации, при желании переквалифицироваться можно найти. У нас очень много производств, которые занимаются обучением на месте. Да, у нас проблема это низкий уровень средней заработной платы, который на 200-300 евро ниже, чем в других самоуправлениях, ниже, чем в Риге и по Латвии в целом. Исходя из этого, у нас создаются другие проблемы, когда жителям в большей степени необходима эта социальная помощь, потому что даже есть работники в самоуправлении, которые получают минимальную заработную плату на одном или другом предприятии, и это тоже нехорошо. Когда Вы говорите о таких работниках самоуправления, Вы кого имеете в виду? Этот человек на какой должности работает? Где получает самую маленькую плату? Предварительно разнорабочие или дворники. Мы же сейчас не говорим о депутатах либо их помощниках. Мы говорим, скорее всего, об уборщиках. У депутатов Догубилской городской думы заработная плата зависит от количества комитетов, в которых он участвует, и у депутата простого зарплата на уровне где-то 200-250 евро в месяц. То есть в два раза меньше, чем минимальная заработная плата. И это тоже о многом говорит. У нас в этом кресле была недавно глава Латвийской ассоциации по управлению персоналом, ЭВСЛГ, также и госагентство занятости, которые говорили о том, что когда объявляют, допустим, какую-нибудь вакансию открытую, в том числе и на государственную службу, ну или они помогают работодателям искать сотрудников, привлекать, что в том числе и в Далгопилском крае, не буду говорить за Далгопилс, часто даже на собеседовании люди позволяют себе приходить пьяными, допустим, да, то есть это еще говорит, может быть, о какой-то уровне социальной ответственности, опять же, не мои слова, да, просто говорю о персонале, о занятости, о людях, которые готовы выполнять работу. Ну видите, я, может быть, за людей все-таки заступлюсь, ну, мерить все-таки, наверное, будет неправильно, но по факту проблема, опять-таки, в среднем уровне заработной платы по стране. Дело в том, что именно из-за этого показателя и требования к персоналу, да, и к требованиям к работникам, они порой занижаются. И действительно найти высококлассного, хорошего профессионала очень сложно. Мы сегодня, предположим, встречаюсь в Риге с некоторыми врачами для того, чтобы привлечь их в Даугубилс. Но и предложения с нашей стороны идут, знаете, намного выше, чем получают сертифицированные врачи в региональной больнице. Разве это честно? Нечестно. Но почему у врача заработная оплата в больнице именно на таком уровне? Потому что финансирование, которое выделило государство, оно намного, скажем так, ниже и не позволяет повышать цитерии. Хорошо, общий экономический уровень выравнивать, не знаю, по меркам бриге, если мы еще не будем говорить, ну хотя бы, каким образом, возможно, привлечением уровень софинансирования? Ну, во-первых, необходимо понимать, что в Латвии распределение, предположим, того же европейского финансирования по классификации тех же самых НУСов идет без разделения, Рига и все остальное. То есть, в Риге с софинансированием 10 или 20 процентов создать рабочие места и инвестировать в какое-то производство намного легче, намного проще. Есть рабочая сила, есть порт, есть, предположим, там та же железная дорога, множество университетов, большой миграционный поток в Ригу и так далее. В регионах, будь то это Далгопилс, Резек, там, Лепа или Венспилс, инвестировать и создавать рабочие места с таким же уровнем софинансирования, как в столице, намного сложнее, намного сложнее во всех вышеупомянутых аспектах, потому что это все-таки регион, это все-таки не центр страны и поэтому уровень господдержки, уровень развития регионов должен быть больше. И по такому же принципу работают и механизмы выравнивания финансирования финансирования самоуправлений, где фактически самую большую дотацию получают самое бедное самоуправление. Вот нам в Далгопилсе можете, скажем так, лишить нас дотации, но изменить или налоговую систему в какой-то степени, или дайте нам зарабатывать самим эти деньги, которые мы получаем из этого фонда, и тогда мы будем развиваться, потому что в принципе необходимо в первую очередь скажем так, и рабочие места, и производство, и так далее. Но сегодня мы столкнулись с той проблемой, что рабочие места есть, производство есть, а работников нет. У нас в Далгопилсе работают работники из Белоруссии, из Азербайджана, очень много литовцев, которые наши работодатели, наши производства привлекают со стороны для реализации и обеспечения каких-то контрактов. На этом пора заканчивать. Это был мэр Далгов, Пилс Андреев. Спасибо вам.